В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Шесть человек погибших, 41 пострадавшие. Аварийность на дорогах Дагестана продолжает расти. Избранные эпизоды из жизни пророка. В Лакском и Кулинском районах накануне состоялся образовательный конкурс, главный приз которого был автомобиль. 17-метровое чудо. Дагестанское национальное блюдо испекли в рамках фестиваля на площадке в парке Агель. В памяти народного поэта. В Каспийске стартовал Кубок России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б», посвященной Расову Гамзату. Аварийность на дорогах Дагестана продолжает расти. Только за минувшие выходные в республике произошли аварии с участием почти 15 машин. В Махачкале фуры протаранило 8 автомобилей. Водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель одного из автомобилей Лада Приора, 31-летний житель из Бирбаша, с различными телесными повреждениями, доставлен в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. А в Кизелюртовском районе легковушка вылетела в кювет. Пострадал 4-летний ребенок и 34-летняя пассажирка машины. Всего за прошлую неделю в результате ДТП погибли 6 человек и еще 41 пострадал. 70 тонн зараженных овощей, фруктов и ягод не попадут на прилавки дагестанских магазинов. Воз на территорию Республики импортной не сертифицированной продукции пресек Росельхознадзор по Республике. В числе запрещенки оказались салатайсберг свыше 45 тонн, клубника более 5 тонн и 19 тонн персиков. Во всех перечисленных товарных партиях были обнаружены опасные вредители. И к другим новостям. Автомобиль за лучшие знания о пророке Мухаммаде. Мир ему и благословение. В Лакском и Кулинском районах накануне состоялся образовательный конкурс. Местные жители изучали книгу «Избранные эпизоды из жизни пророка». Как проходило мероприятие в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Ему слово. Конкурс по жизнеописанию пророка Мухаммада. Мир ему и благословение проходил в нескольких локациях Лакского и Кулинского района. А именно в селе Казикумох в древнейшей джума мечети, местном клубе, а также в школе села Вачи. У нас желание было максимально донести жизни и описание пророка, али-саляту вассалям, для каждого жителя Лакского и Кулинского района. Непосредственно для подрастающего, для всех это здоровый образ жизни и исследование пути религии и ислам. Уважение старшим, милосердие к младшим, забота об окружающих людях, соседям, близким, ко всем. Участие в мероприятии приняли как взрослые, так и дети, без возрастных ограничений. Единственное условие – в конкурсе могли принять участие исключительно жители двух районов. За порядком во время выполнения заданий следили волонтёры. Задача оргкомитета входит – смотреть за порядком на конкурсе, чтобы участники не списывали. Если у них какие-то вопросы появятся, чтобы наши волонтёры могли им ответить. Тест, то есть конкурс аннулируется, работа аннулируется, если вдруг у участников будут найдены цифровые, какие-то принадлежности, шпаргалки. То есть на столе должны быть только ручка и тетрадка. Всего было 20 письменных вопросов из книги «Избранные эпизоды. Жизнь пророка. Мир ему и благословение», автором которого являлся писарь имама Шамиля Мухаммад Тахир Аль-Карахия. Она содержит в себе всего 68 страниц. О конкурсе узнала сразу после начала. Ко мне пришло видео. Начала обучение, наверное, спустя неделю, может быть, две. Ну, я совмещала параллельно с работой, и было тяжело запомнить биографии учёных. Самое тяжёлое, наверное, было. А в остальном было очень интересно, потому что очень много информации я узнала, которую до этого не изучала. Может, так слышала где-то, но я этого не знала. Я некоторые даты, имена, всё это выписывала, чтобы запомнить. А так я учила просто, несколько раз читая. Ну, я узнала о пророке Мухаммаде много. Это мне в жизни пригодится. Узнала о его жёнах, о его родителях. Ну, много нового узнала. Ну, да, на большинство я ответила. А так были сложные вопросы, но были и лёгкие. Спасибо за то, что у нас в районе проводите такое мероприятие. Это представители Муфтеатра Республики Дагестан в Кулинском районе, чтобы они в дальнейшем тоже проводили такие мероприятия, ещё интереснее, ещё привлекательнее, чтобы были вот эти. Для выполнения заданий было отведено три часа. По самым организаторов, мероприятие проводилось с целью просвещения местного населения. Конечно, целью проведения этого конкурса является, в первую очередь, это чтобы лакский народ, чтобы они поближе познакомились с любимцем Всевышнего Аллаха, с посланником Мухаммадом, салли Аллаху алисалям, поближе узнали его, узнали о его благих нравах, о его богобоязненности, и тем самым, чтобы мы в своей жизни старались подражать ему и быть достойными его последователями. Победители и призёров конкурса объявят 17 сентября. На республиканском ожилище алимов, который пройдёт в селе Вачи Кулинского района. Главный приз автомобиль – Хонда и Солярис. Второе и третье место получат по 300 и 150 тысяч рублей. Понимая это, организаторы подготовили ещё семь ценных подарков. Хамз Нурмагамидов, Ислам Халиков, Мурад Вибарзов, телеканал ННТ, Дагестан. В Махачкале приготовили 17-метровое чудо. Дагестанское национальное блюдо испекли в рамках фестиваля «Дагестанское чудо» и «Рыбные дары России» на площадке в парке «Агёль». Шесть мастеров кулинарии с многолетним опытом свыше четырёх часов трудились на чудо с уникальной начинкой, где тыква чередовала с зеленью и картошкой с мясом. Общий вес блюда составил 100 килограмм, из которых 70 – это начинка и 30 – тесто. Мы сами переживали, но делали два-три дня назад пробные чудо. Один раз сделали, второй раз. Первый раз чуть-чуть не уверены были, второй раз, потому что у нас получилось хорошо. Чуть-чуть волновались, ночами пару минут у них. Самые такие бригады чудо-шницы у меня. Самые сильные, да? Самые сильные. Вам удачи? Они сказали, если мы не сделаем, то это чудо-силое. Попробовать национальное блюдо съехалось несколько тысяч человек с разных районов Махачкалы, а также гости столицы. Чудо порезали на сотни ломтиков, которыми угостили присутствующих. Юбилейная 90-я пара сочеталась браком в центре семейного счастья «Уют» при центральной мечети столицы. Как создавалась новая ячейка общества и как одиноким сердцам сегодня найти друг друга по всем нормам ислама, расскажут мои коллеги. Мы желаем, чтобы в вашей семье процветали мир, понимание, любовь. Пусть Всевышний вас оберегает, пусть Он защищает, пусть ваши дети примут друг друга. Фатима искала супруга через «Уют» более трех месяцев, а Нариман обратился в центр лишь месяц назад. Будущего супруга Фатима выбирала по одному критерию – чтобы у него были свои дети, и он принял ее дочь от первого брака. Богобоязненность и соблюдение горских традиций – такие требования предъявил Нариман к будущей супруге. Кандидатуру предлагали, смотрели, но сердце остановилось на ней. Ну, она, скорее всего, приняла меня, так как искала и мужа, и отца. И так как у меня имеется опыт, да, у двое детей, скорее всего, это и повлияло. Я обратился в центр, потому что знаю, что здесь люди честные, и более правильнее, с моей точки зрения, обратиться в центр, нежели познакомиться в кафе или где-то еще. Это несерьезно со стороны религии ислам, чтобы познакомиться с посторонней девушкой и предложить ей руку и сердце, как говорится, да, и не зная ни ее родственника, ни видя ее брата, отца. Это просто несерьезно. Уют поможет одиноким людям найти свою половинку. Двери центра открыты для мужчин и женщин всех возрастов, говорит директор Института семейного счастья, который помог обрести это счастье уже 90-й паре. Наши цели – это, чтобы все люди были счастливы, обретя свою половину именно в семье. И наше отслеживание, вы знаете, у нас же Махачкала не такой уже большой город, мы встречаемся, и мы ведемся, к нам подходят, что вот когда-то мы у вас заключили брак, у нас уже есть дети там и так далее, у нас все нормально. Кажется, что это большая индивидуальность, и практически все ситуации бывают у нас. И разведенный, и после, например, скончался, например, супруг или супруга, или как бы там ни было, он остался один, или она осталась одна, к нам обращаются люди вот так. Желающим создать крепкую семью, необходимо обратиться в Центр семейного счастья «Уют» в офис по адресу Дахадаева, 136, на территории Джума-мечети Махачкалы. Ларианна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ Махачкала. И о спорте. В Каспийске стартовал Кубок России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Турнир посвятили памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Соревнования проходят во Дворце спорта имени Али Алиева. В матче открытия хозяева площадки команда «Дагестан» обрадовала своих болельщиков, обыграв «Грозный-2» со счетом 3-1. Турнир продлится до 14 сентября. За медали борются шесть команд. Помимо двух составов Дагестана и Грозненцев, за трофеи поборются волейболисты из Воронежа, Ростова-на-Дону и Майкопа. Турнир проходит в дни проведения в Дагестане ежегодного гамзатовского литературного фестиваля «Дни белых журавлей». На торжественной церемонии открытия участников и гостей приветствовали представители органов власти и Федерации волейбола. Боксер Заур Абдулаев одержал очередную победу на профессиональном ринге. На турнире лиги RCC Boxing Promotions в Челябинске Абдулаев в главном событии победил мексиканца Хавани Страфона. Каспичанин полностью контролировал ход поединка, доминировал в ринге, перебивая Страфона практически во всех эпизодах. Так, запланированный на 10 раундов поединок завершился после пятого раунда, когда команда мексиканца отказалась от продолжения боя. Эта победа стала для дагестанского боксера 16-й в карьере при одном поражении. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Сцен. Всего хорошего, до встречи!